Закончите свою историю, а! А первый фильм, да, я оказался у Аллы Ильиничны в самый первый раз в своей жизни на площадке именно у режиссёра Суриковой. И, знаете, там есть история, когда Раневская Фейна Герна решила, что она будет актрисой, и папа сказал, я тебе куплю поднос, чтобы, значит, ты выходила кушать подано. А я не то, чтобы скушать подано начинал, я играл у Аллы Ильиничны предметы. Значит, я у неё играл подсвечник, вот, она даже не знала о моём существовании, но я там стоял подсвечником, ладно. Потом не хватало какой-то массовки, я стоял берёзкой, ладно. Но фильм назывался «Дайте чуду шанс». И, в общем, я в этом вижу какое-то знамение, и, знаете, есть такая фраза замечательная у Аскара Уальда, «Я слышал о вас столько сплетен и столько гадостей, что не оставляет сомнений, вы замечательный человек». Поэтому вот перед этим я слушал, что женщина, режиссёр, это такой кошмар, это какие-то капризные особы, совершенно особенная интонация. Всё было настолько мирно, абсолютно волшебно, потому что куча волшебства в прямом смысле этого слова, фокуса и всё такое. И мне подарили тогда на съёмочной площадке палочку одну. Можно я туда выйду? Я вам покажу кое-что. Пожалуйста, секундочку. Дорогие друзья, я вам предлагаю сейчас, так же, как вы очень серьёзно на меня смотрите, сосредоточить всё своё внимание сейчас на этом предмете. Так как мы говорим о первом фильме, который мне снимался у Аллы Ильичны, «Дайте чуду шанс». Я хочу дать чуду шанс всем присутствующим вам увидеть настоящее чудо. Вот, посмотрите, эту палочку мне подарили тогда на съёмках этого фильма. Как вы видите, совершенно обычная палочка, два пумпончика, две кисточки на верёвочке. Я вас прошу, обычно в цирке говорят перед выступлениями хищников, с мест не вставать, по залу не ходить, детей от себя не отпускать. Пожалуйста, я вас очень прошу, не отвлекайте, не выпивайте, не ешьте, Леон Саркидович, не теребите гениальными пальцами. Всё, спокойно, посмотрите. Всё, сосредоточили внимание? Не улыбайтесь, пожалуйста, это серьёзно. Да. Итак, гениальный трюк. Смотрите внимательно. Я тяну справа, тянется слева. Замечательная тишина. Я... Только не пугай. Тихо, тихо, тихо. Я тяну слева. Тяну справа. Тянется. Справа. Если кто-то не понял, это гениальный трюк. Я сейчас продолжаю. Я тяну справа. Спасибо, Михаил Ефимович. Тянется слева, но дело в том, что никак не связано. Здорово. Ну почему? Я тяну вновь слева. И там не связано. Тянется вновь справа. И там никак не связано. Я понимаю, что велико ваше желание потянуть вновь справа, но тянется вновь слева. При этом никак не связано, Катя. Я могу потянуть секундочку, Наталья. Опять слева, опять тянется справа. Нет, если вы хотите, конечно, я для вас могу за две потянуть. Как вы понимаете, внутри кибернетика, электроника, только никак не связано. Ребята, посмотрите, как Алла на это смотрела. Она смотрела на это так, а вот она этого никогда в жизни не видала. Друзья мои, если я это соединю и по просьбе Аллы Ильиничны вновь буду тянуть справа, слева, а вы будете делать вид, что вас это никоим образом не удивляет, и вы видели все в своей жизни, то вы можете поаплодировать. Это такая же заготовка, как у Аркадия Ильинина, по поводу Аллы Пугачёва, Аллы Сурикова и прочей Аллы. Спасибо большое. А на самом деле, я вам очень благодарен за то, что вы дали чудо шансов. Сарк, а зачем ты работаешь драматическим артистом? С этой шуткой ты мог бы объездить всю страну.